Да, ну смотри, естественно, нас в первую очередь интересуют европейские игры, которые чуть больше недели назад закончились, точнее уже неделя как раз прошла. Отлично выступила наша команда, в частности ты. Ты сначала, у меня информация была двухкратная, боже мой, четырехкратная. Расскажи, как это было, вот насколько это было сложно? Ну, конечно, было сложно именно психологически на каждом старте. Это и стресс, и разные эмоции, ну, психологическое давление очень серьезно идет. Но я хорошо настроился на каждые свои финалы, показал достойные результаты, выиграл четыре золотые медали. Две в личном и две в эстафете. Спасибо ребятам, которые помогли мне в эстафете завивать золотые медали. Если вспоминать сейчас по деталям, да, как бы каждый из своих стартов, опиши их, вот все ли шло так, как ты планировал? Да, я полностью, я и поговорил с тренером перед стартом, он мне сказал, ничего нового не придумывай, играй в свою игру, делай свое дело, ты все знаешь, вперед в бой. Я так и сделал. В плане конкуренции, да, как бы вот в этих стартах отдельных, да, что ты можешь сказать, действительно это были соперники высочайшими? Конечно, соперники нет простых, никто сюда не приехал просто так, все тоже боролись, хотели получить и медали, и хороший результат показать. Моя задача была выиграть и бороться. Вспоминая опять же вот эти вот свои победные, да, финиши, какой момент, я не знаю, такой самый врезался в память, может где-то на тоненького кубедил? Не знаю, я вспоминаю финал на 200 метров брасом и на 100 тоже пересматриваю, на 200 особенно, когда я финишировал один. Конечно, ребят немножко отстали, да, но вот старался не обращать внимания и был в своем темпе, выигрывал. Ну так, ты немного стеснительный, но черт возьми, ты финишировал, можно сказать, один в горном одиночестве. За счет чего получилось, как тебе кажется? Ну, главное то, что я грамотно разложился, разложил силы по дистанции, все продумал, получил удовольствие, главное, чтобы я получил удовольствие заплывая, для меня это было самое главное. Что тебе говорят сейчас тренеры после, ну, действительно, такого успеха, да? Это же успех? Ну, тренер, да, поздравил, он очень рад гордиться, спасибо ему, кстати, за работу, если бы не он, то я бы ничего не завоевал. Ну, и есть и технические ошибки, есть над чем еще работать, над чем прибавлять. Расскажи, вот какие сейчас цели ты преследуешь в первую очередь? Ну, в дальнейшем у меня через месяц чемпионат мира в Казани, там выступлю на 200 метров брасом, наверное, скорее всего, только на этой дистанции. А дальше юниорское первенство мира в Сингапуре в конце августа тоже. То есть мы тебя теперь будем видеть и на юниорских по-прежнему, да? Да, вот этот год у меня именно последний среди юниоров, прошли игры в Баку, у нас было там первенство Европы среди юниоров, и сейчас последний мой старт среди юниоров будет первенство мира в Сингапуре. Тяжело, конечно, прощаться с командой, переходить взрослым, но я думаю, что я готов уже. Вот как тебе кажется, ну, уровень конкуренции, конечно, среди мужчин, вот таких уже там... Да, у нас в России хорошая конкуренция, но я чемпион российской дистанции 200 метров брасом, но есть ребята, которые посильнее, у которых еще можно подучиться, которые постарше. Есть ли у тебя какой-то, я не знаю, может быть, даже не кумир, а ориентир в историческом плане? Нет, у меня... Вот, Александр Попов, да, я уже не раз это говорил, то, что мой один из кумиров, это Александр Попов, а так, я стараюсь ни на кого не равняться. Есть, конечно, люди, на которых интересно посмотреть, которые очень интересны технику, у которых есть чем поучиться. Но такого кумира у меня нет. Только Александр Попов. Ну, Попов — это, конечно, величина, не только в России, но и в мире. Во всем. Но в то же время есть еще один человек, который известен даже, наверное, любому обывателю, это, например, Фелкс. Вот что скажешь о его стиле? Может быть, конечно, его лучшие годы уже позади, но тем не менее, чтобы добиться такого успеха, видишь ли ты, стремишься ли ты к такой высоте? Ну, конечно, это легенда всего спорта. У него 18 золотых медалей олимпийских. Это просто невероятно. И я думаю, каждый спортсмен стремится к такому успеху. Но ты будешь считать, что у тебя все успешно в Корее? Если чего ты добьешься? Какая главная картина? Олимпийское золото. Сколько? Не могу сказать. Ну, самое главное. Да, главное. Хорошо. Если завершая разговор, наш последний вопрос, ты вот уже сказал, чемпионат мира в Казани. В целом, как тебе кажется, наша сборная может насколько успешно там выступить? Ну, тяжело сказать. Все-таки я первый год во взрослой сборной, поэтому я не знаю, как, что еще будет, какие там правила. Я думаю, команда сейчас готовится, и я думаю, результаты будут хорошие. И будем стараться бороться на каждой дистанции за медали. Хорошо. Спасибо.